Всем привет! Это ТОП ДОТА и по-моему настало время распускать слухи и нещадно хайпить на теме нового героя. Интернешнл всё ближе и ближе и так уж у нас завелось, что именно в ходе этого события анонсируют и вводят большинство персонажей и у нашего данного случая нет причин для того, чтобы стать исключением. Так что давайте заглянем немножко в будущее и попробуем догадаться, какого же героя выпустит Valve. Тем более, что сделать это не так уж и сложно. Поехали! Поехали! Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com можно купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные о котором моментально прийдут на твой имейл. Также можно запустить свой аккаунт и при этом контролировать весь процесс. Anylevel.com – магазин с железными гарантиями, а по ссылке в описании действуют специальные скидки для моих подписчиков. Четвёртый Спирит Да, много воды уже утекло о том, что следующим героем будет именно какой-то Спирит, дополнив нашу троицу из Огненного Эмбера, Электрического Шторма и Земляной Земели. И все эти догадки строятся вокруг того, что в комике с Манки Кингом была некая пасхалочка, которая прямым образом на это намекала. Окей. Давайте продолжим эту теорию и дополним её свежей инфой. Совсем недавно стало известно, что темой следующего Интернешнл станет вода. Вода, лёд, снег, пар… в общем, что-то из этой области. Неизвестно это стало от самих валвовцев, которые открыли приём работ для следующего нового сундука. Именно сундука Интернешнл. Они попросили художников придерживаться водной тематики. И этим же самым сделали явный прямой намёк на все будущие события. То есть наш Спирит будет каким-то прямым образом связан с водой. Окей. Я сразу даю 100% на то, что это не будет просто Water Spirit. Потому что это было бы слишком скучно и валвы на это точно не пошли. Ну вот какой-нибудь там оушен спирит, то есть дух океана – это уже что-то поинтереснее, но тоже довольно очевидно и поверхностно. И опять же не в стиле валв. Не такие эти чуваки пресные, чтобы говорить о воде и затем выпускать соответствующего героя. В этом нет какой-то интриги, нет какой-то изюминки. Поэтому давайте мыслить как валв, что связано с водой, но при этом не совсем ею и является. Первый вариант – это лёд. Ледяной Спирит. Было бы довольно интересно, но вот в чём проблема – это не совсем вяжется с тем, что мы видели в комиксе. Там четвёртый Спирит был представлен в фиолетовых, темноватых и мрачноватых тонах. На лёд ни намёка. И валв конечно могли исхитриться и как-то связать это всё воедино, но мне кажется правдоподобным следующий вариант. Сандер Спирит. То есть дух молний. Или например воздуха. Что-нибудь такое воздушное и голубенькое. Это уже ближе к фиолетовому цвету, потому что молния таки отдаёт чем-то подобным. И конечно есть уже Шторм, но почему бы и нет. Давайте как вот я это всё вижу. На Инте идёт какое-то странное представление на водную тематику, потом внезапно начинается какая-то дичь, ветер, молнии и хоп-хоп туда-сюда и вот он вам четвёртый Спирит. Вполне в духе ребят из валв. Такой казалось бы абсурд мне нравится куда больше, чем вариант со скучным представлением духа воды. Учитывая то, что про водную тему мы знаем уже за несколько месяцев до ивента, если Габен реально так уныло поступит, то я выключу твич со стримом презентации героя и никогда его за это не прощу. Да и на самом деле, хер его знает, как вода вообще вяжется с фиолетовым цветом. Такие вот у меня мысли. Пишите, что вы думаете на этот счёт, в какой исход событий вы более охотно верите и какого Спирита ожидаете увидеть на Инте. Водного, воздушного, какого-нибудь, молниеносного или вообще не Спирита. В общем пишите, а я это уже обязательно прочитаю. И спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, чтобы встречать нового героя вместе, а также жмите лайк и чекайте предыдущие видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok